Привет, друзья! Всех благословений вам! Сегодня поговорим о высочайших тайнах науки и духовности. В чем секрет исполнения молитв? В чем секрет наших мыслей? Почему они более материальны, чем мы думаем? И почему окружающий мир менее материален, чем мы думаем? Понимаете, о чем говорит квантовая физика? О чем говорят все настоящие святые учителя? Поговорим о том, в чем причина исполнения нашей мечты, наших желаний, наших молитв. И есть ли способы подойти к этому научно, сознательно? Забегая наперед, скажу, что они, конечно, есть. Вот этим мы и займемся. И для того, чтобы получить какие-то результаты, вы понимаете, что, естественно, надо тренироваться всегда, но без насилия. Потому что если тренировка превращается в обеззаловку или молитва превращается в расписание, то это теряет всю свою силу, свою суть теряет. Потому что главное – это вдохновение, вдох нового из духовного мира, вдох новых знаний. Вот что такое вдохновение, вдох новых сил на природе. Вот почему слово «вдохновение» происходит от слова «дышать», «вдох». Потому что только природа дает нам силу, вдохновение. Потому что кто-то говорит «Бог дает», да, конечно, Бог дает, да. Но Бог дает нам силу, и это наша сила – природа. Вот, поэтому на природе мы берем свою силу. Также изучая свое тело, свой движущийся храм души, мы также получаем силу. Силу, во-первых, осознавать его. Во-вторых, что это дает? Управление, силу управления. Вот, ну и так далее. В общем, изучать природу и свою природу. Учиться чувствовать, а не мыслить. Мыслить – это значит перекладывать на своем столе с места на место предметы, сделанные чужими руками. Мысли – это чужое у нас. Но некоторые мысли чужие нам нравятся, потому что они соответствуют нашим чему? Чувствам, да, глубоким чувствам. Может быть, даже нашей природе. Но бывает так, что у нас и чувства даже не свои. Как нас обучают с детства, далеко не мудрецы. Ну, у каждого, друзья, своя история. Вот. В чем же основа, в чем же истина? Истина в практике. Ну, конечно же, есть критерии истины, по которым можно узнать, что есть реальные, настоящие истины. Три критерия истины. Ну, вкратце скажу. Это мнение мастера духовного авторитета, ну или научного там в своей области авторитета. Второе, самое главное, это подтверждение этих слов практикой. И третье, это, если говорить о религии, то это подтверждение в священных писаниях. Вот. Три критерия истины. То есть, практика – это что? Это личный опыт ваш. То есть, если у вас есть наставник, он на самом деле квалифицированный наставник, мастер, он дает вам упражнения и не просит вас верить в то, что это все работает. Он просит вас делать конкретные упражнения. И когда вы делаете конкретные упражнения, вы получаете личный опыт. И это является истиной для вас, а не какой-то верой, кому попало, непонятно во что и непонятно зачем. Понимаете? Вот так. Личный опыт, мнение реально авторитетного наставника. И третий ключик – подтверждение в священных писаниях. Ну, или если говорить это о науке, то подтверждение другими учеными, стереальными учеными, их трудами, теориями и так далее. То есть, но практика – все-таки главный критерий истины. Так вот, тренироваться надо всегда, но без насилия. Но всегда. Например, вы не напрягайте себя тем, что вам надо сегодня потренироваться. Просто почувствовали, пришло время, и почувствовали, и потренировались. Сделали правильную тренировку, как мы это изучаем на первой ступени. Ну, или какую-нибудь разминочку несколько раз в день обязательно надо делать. Ну, если вы чувствуете, что вам не надо тренироваться, чувствуете пару дней, ну, нормально. Если вы чувствуете 3, 4, 5 дней, что вам не надо тренироваться. Ну, если вы больны, простужены там, например, то нормально, можно отдохнуть. Если вы чувствуете, что неделю вам не надо тренироваться, ну, тогда вы точно больны, и можно отдохнуть еще недельку и начинать тренироваться. Вот. Если вы вообще чувствуете, что вам никогда не надо тренироваться, значит, вы точно больны, и вам надо обязательно начинать. Вот так вот. Это не шутка, это вполне, это правда. И что касается духовных состояний, да, есть такая пословица «болит душа, лечи тело». То есть, многие проблемы с духовностью, вернее, с психикой, с эмоциями, с настроениями, с депрессиями, решаются просто телом. Просто вот человеку не хватает чего-то в теле, правильного, например, питания, каких-то веществ, витаминов, или природы не хватает, или движения не хватает. Ну, сразу начинается депрессия, какие-то настроения плохие. Почему? Потому что так работает организм, он дает нам знать, что что-то не так. Вот. Когда мы чувствуем плохо, значит, что-то не так. Ну, или страх, или еще что-то, или подавленность, уныние. Значит, что-то не так. Надо искать причину, а не сидеть и унывать до самого уныкненняя, как говорится у нас, до самого исчезновения из этого мира. Не надо ждать, не надо ждать, пока все решится само, потому что само ничего не решается. Само, само решается, нам кажется, что само что-то решается со временем, только если это входит в законы природы, в законы мира. Само, сам приходит день, ночь, сама приходит. Само что-то решается в нашей судьбе, если мы этого заслужили действиями своими, прежними действиями. И тогда может решиться само. Но, кстати, мысль – это тоже действие. Понимаете? То есть, есть такой секретик один, что если вы о чем-то думаете, то на самом деле все это чувствуют. И все это все на духовном уровне понимают. То есть, мысли, на самом деле, даже кошки, вы знаете, даже кошки иногда читают мысли, но сказать не могут. Вот. И собаки читают, считывают мысли, чувства, эмоции и так далее. Все мы это можем. Просто нас забили, вот голову нам забили шлаками, да, то есть чужими непроверенными знаниями. А нам нужно получать личный опыт на основе реальных знаний, истинных, мудрых людей. Вот так вот. В таком ракурсе и движемся. Так что тренироваться надо всегда. И вся жизнь – это тренировка. И каждое действие – это тренировка. Вот. Как говорил один мудрый персонаж из фильма «Мирный воин». Понимаешь, разница между нами в том, что ты тренируешься несколько раз в неделю, а я тренируюсь каждую секунду. Вот. И вся наша жизнь ведет, всякое наше действие ведет к каким-то отдаленным результатам. Обязательно. То есть нет ничего незначимого. Да, даже если вы лежите в направлении мечты, как говорится, если вы ничего не можете как-то изменить, если вы вдруг ничего не можете сделать, чувствуете, но вы хотите изменить что-то в своей жизни к лучшему, то просто мыслите об этом, мечтайте об этом. Как это сделать? Стройте планы. Планы. Кто-то мне писал комментарий, что «А я решил, решила жить без мечты». Вот. Ну, понимаете, жить без мечты – это значит не мыслить о будущем. Это значит не строить планов. Но свойства человека – это планирование. То есть мечта. Свойства человека – это мечта. Животные могут жить просто как угодно. То есть планирование на основе опыта поколений и знаний предыдущих поколений. Не входит в качество животного. Да, вот так многие люди живут просто как животное. И потом еще удивляются, почему так все плохо. Кто-то мне говорил, что совет слушать старших – это, ну, как, сомнительно. Например, какая-то там старушка нервная или алкаш старший. Разве можно его слушать? Ну, слушать, конечно, можно, но слушаться не надо. Это разные вещи, понимаете? То есть слушаться – это совсем другое. И никто нас не заставляет слушаться. Нам нужно мыслить, а не быть рабами. Надо мыслить, заниматься собой. А слушаться надо. Только если вы обучаетесь чему-то, слушаться надо наставника. В этот период, в который вы обучаетесь у него. Надо слушаться, но сохранять свой разум и не делать вредных и опасных вещей, не делать зла по просьбе наставника. Да, то есть, ну, понимаете, обычный человек не может выбрать себе наставника сразу мудрого, потому что обычный человек не знает, что такое мудрость. У него нет этих файлов, нет этих понятий. И можно найти просто обманщика, который будет обманывать вас и заставлять делать что-то плохое, вредное для вас или для других. Так что, чтобы не ошибиться, надо, конечно, изучать мудрость у разных людей, у разных мудрецов. То есть, как мы в школу же ходим, мы изучаем у разных учителей их специальности. Для того, чтобы знать. Конечно же, можно у одного учителя научиться всем предметам, школьным предметам. Да, у одного учителя можно научиться. Но это происходит, как правило, в первом классе. Потому что только учительница первого класса обучает деток всем предметам. Но все эти предметы она знает чуть-чуть, понемножку, понимаете? То есть, если вы будете у одного наставника учиться и вообще не мыслить больше ни о чем, и не искать, и не думать, не читать. Даже когда нормальный наставник дает вам почитать, рекомендует книги из других учений, из других наук, да. Например, вы изучаете химию, химические формулы. А вам советуют почитать учебник по математике, чтобы научиться считать. Иначе химию и формулы вы не сможете считать и научиться, да, понимаете? То есть, если вы будете изучать только химию, и скажете, нет, все, мне математика не нужна, я фанатик химии, мне математика не нужна, я не хочу считать, уметь. Ну, тогда вы ни химию не изучите, ни географию, ни еще что-то там. Без математики вы изучить не сможете. Это доказывает полностью мои слова о том, что обучаться надо у разных наставников, самых мудрейших в своей специальности. Потому что такие наставники знают не все понемногу. Они, конечно, разнообразны, эрудированы, но они знают в первую очередь, должны быть мастера в своем одном каком-то деле, в своем одном мастерстве. Будь то религия какая-то, или наука, или какой-то вид спорта, да, то есть в чем-то наставник в своем должен быть профессионалом. И вот тогда вы можете у него получить реально ценные вещи по его профессиональной теме, в которой он мастер. Вот так. Значит, значит так. Тренироваться надо всегда. Это я повторяю уже в который раз. И даже это касается физических тренировок в любом возрасте. То есть обратите особое внимание. Я когда закончил все свои спортивные подвиги, закончил в 35 лет, примерно после 35 лет, я понял, что делать сальто уже трудно, и травмоопасно, и надо заняться какими-то более умными вещами. И я пошел изучать дальше, дальше энергетические, духовные практики, хотя я всю жизнь читал книги, литературу, но я пошел вот, ну, скажем, это сейчас не важно, но то, что я закончил суперактивные физические тренировки, это факт. Вот, и я решил отдохнуть. То есть я всю жизнь тренировался, и всю жизнь все болит, вот все мышцы там, почти каждый день все болит, крепатура. Вот, и я думаю, когда же это все закончится, вот уже после 35 я начал думать, когда же это все закончится. Нет, все, я хочу просто отдохнуть, отдохнуть, и никогда, чтобы не было этой крепатуры, все, чтобы вот, не перенапрягаться, так, все, я решил бросить спорт, да, ну, такой суперактивно сумасшедший спорт, которым я, ну, всегда очень интенсивно занимался, ну, не очень, ну, результативно, нормально, в общем, и я решил, все, буду отдыхать, и бросил спорт, да, ну, и того, что я бросил спорт, значит, этого настроения мне хватило на месяц, и больше я не выдержал, потому что я понял, что без тренировок тело человека превращается в, ну, не буду говорить, в общем, скажу вежливо, просто в дерьмо, вот, без тренировок тело превращается в ничто, ничтожество, так что обязательно надо тренироваться и форму поддерживать всегда, значит, я почувствовал, что в организме застой, вот, через месяцок, там, может два, что я себя не очень хорошо чувствую, что хочется на тренировку, вот, и крепатуры нету, конечно, но я понял одну вещь, все, я хочу жить всегда, всегда с крепатурой, я хочу, чтобы у меня болели мышцы и была чистейшая совесть от того, что мое тело в отличной форме всегда, и даже если я тренируюсь не каждый день, нормально это два, три раза в неделю, да, ну, так, по-серьезному, по-многу, вернее, не по-многу, по 40 минут интенсивной силовой тренировки, например, долго, много, вообще тренироваться не полезно, а как правильно тренироваться, мы изучаем на первой ступени нашей Международной Академии Аватар, так что обязательно, друзья, кто не проходил первую ступень, проходите, и дальше вам откроются очень интересные дальнейшие возможности для развития, потому что тело надо проработать в первую очередь, вот, так вот, я выбрал жить в тренировках, всегда, я выбрал жить скрипатурой, но, зато чувствовать себя не на самокате, как, то есть, образно, да, тело какое-то такое, примитивное, как самокат, неподвижное, ну, тяжелое, да, когда не тренируешься, в общем, все плохо, а когда тренируешься, чувствуешь себя, как на, ну, на ракете, да, то есть, тело постоянно в супер форме, в супер отличной форме, и для этого, как мы изучаем на первой ступени, для этого не обязательно пахать по несколько часов в день, то есть, тренировки должны быть два раза в неделю тяжелые, это минимум, то есть, два раза в неделю по 40 минут, как мы изучаем на первой ступени, и, представляете, вот, вы разучили, вы прошли первую ступень трансформации Академии Аватар, и изучили, разработали с моей помощью себе 40-минутную тренировку, всего лишь 40-минутную тренировку из 5-5 упражнений, все, все, взяли, отработали ее, за месяц выстроили, построили, и это вам знание на всю жизнь, это опыт на всю жизнь, понимаете, не таких секретов, которые мы изучаем, вы, ну, не найдете, если вы не супер профессиональный спортсмен, 50-ти лет, прошедший там, десятки видов спорта, там, чемпион и так далее, то есть, для вас эти знания будут, ну, просто сокровищем, которое спасет вам жизнь, здоровье и годы, годы здоровой полноценной жизни вам подарят. Так, стоит ли из-за этого потратить какой-то месяц и пройти все-таки первую ступень? Я думаю, конечно, да, то есть, это мы решили, это без вопросов, и это гарантия отличных профессиональных знаний и без, ну, без лишнего, без лжи, без ненужных упражнений, там, без сотен ненужных упражнений и без траты времени на ерунду. вот так вот. Да, друзья, тренироваться надо всегда и это выбор разумных людей, это выбор всех, кого я знаю из великих мастеров, из чемпионов мира, вот, они отличаются внешне даже, они отличаются, лица отличаются, даже наши лица отличаются в период, когда мы тренируемся и в период, когда мы не тренируемся, то есть, наблюдайте, все поймете. Когда мы не тренируемся, ну, допустим, утром встал, посмотрел на себя в зеркало, ну, и все понял, да, вот ты ночь лежал и не тренировался, но когда ты всю жизнь лежишь, то лицо становится еще страшнее, чем утром в зеркале, вот так, так что работаем над собой. Ну, так вот, друзья, вот о силе мышления и о материальности мыслей, думаю, вы уже поняли, что, во-первых, мысль это излучение мозга, ну, так, так говорят ученые, так говорят ученые, но мистики, мастера говорят, что мозг это всего лишь приемник, для мысли, но однако же, если вы в любом случае берете мысль какую-то, вот вы ее поймали откуда-то мысль из пространства или из книги, вычитали или услышали, вот мысль вы поймали, все, она у вас сидит, и если вы ее кормите, поддерживаете, то ваш мозг работает на этой волне и излучает в общем излучение этой мысли, да, то есть излучает эту энергию в пространство, мысль, мысль, да, то есть вы думаете, вы уже излучаете электромагнитные какие-то волны, да, или торсионные поля, не важно, но это факт, научный факт, проверяемый факт, что состояние мозга мыслящего и не имеющего мыслей, ну, спящего, допустим, оно изменяется, это научный факт, и излучения изменяются, вот, значит материальность мысли доказана наукой, дальше, если вы поймали какую-то мысль, допустим, которую вы хотите осуществить как мечту, да, вот, мысль излучает, но для того, чтобы она исполнялась, то есть есть такое понятие вот в религии, словесная молитва, потом более высокий уровень это умная молитва, более высокий уровень это сердечная молитва, то есть чувствами, чувствами вашими, и когда, понимаете, это величайшая тайна вообще духовности, это тайна исполнения мечты, это тайна исполнения желаний, вот, и я рассказываю об этом, потому что вы все хорошие, раз вы обучаетесь, раз вы слушаете меня, несмотря на то, что я намеренно не заморачиваюсь качеством своих записей, чтобы люди ко мне притягивались, которые способны понять смысл, вот, и раз вы слушаете, значит, вы все уже хорошие, и вы достойны этих секретиков, итак, слушаем дальше, значит, вот вы мыслите, вернее, или слова проговариваете, аффирмации, допустим, там, я богатый, я здоровый, или еще что-то, в общем, выберите себе направление, какое вы хотите проработать в своей жизни, и начинать, конечно же, надо с слов, то есть проговаривать вслух, и во время молитвы, допустим, или после молитвы просить Бога об этом вслух, словами, да, и повторять это вслух как аффирмацию, как самовнушение, мантру, допустим, гуляете, там, на природе особенно это сильно работает, на природе гуляете, получаете энергию, и повторяете эту мантру, то есть слово, которое, качество, которое вы хотите развить, ну, например, красоту, свою красоту, да, и, или еще что-то, другое что-то, да, так вот, повторяйте, это первый уровень аффирмации, это первый уровень, видите, то же самое происходит с молитвами, в любой религии учат молиться сначала вслух, а потом уже, ну, про себя можно, да, то есть мысленно, когда вы словами проработали, тогда уже мыслями можете работать, тогда есть, а почему так? Потому что важен опыт реального действия вашего тела, понимаете? Реальное действие, ну, хотя бы языком проговорить, да, то есть, хотя бы лежать в направлении мечты, вот, хотя бы молиться в направлении Каабы, да, как в исламе, хотя бы, ну, смотреть в правильную сторону жизни, хотя бы стремиться к хорошим качествам, да, то есть, в духовности считается, что если человек стремится к святости искренне, то его уже стоит считать хорошим человеком, да, чуть ли не святым, то есть, к чему мы стремимся, тем мы и становимся, вот, ну, и дальше, и дальше, когда мы проработали болтовнёй, то есть, языком свои молитвы или цели, желания, мечты, то, конечно, мы должны потом умственно, мысленно, то есть, это должно на уровне мысли стать автоматизмом, то есть, мы сознательно меняем своё мышление из того, которое нам вставили в детском садике, да, то есть, мы сознательно формируем себе новое мышление на основе того, что мы сейчас уже не в детском садике, и мы сейчас уже намного старше, и мы имеем возможность сами себя правильно обучить, понимаете, сами, ну, конечно же, самость – это грех, считается в духовности, но вы же не сами, то есть, вы слушаете какого-нибудь наставника, вы слушаете, обучаетесь, вы не сами, вы пользуетесь знаниями древней мудрости, вот, вы пользуетесь как бы преемственностью человеческой мудрости, так что вы, конечно, не сами себя обучаете, надо тоже это понимать, чтобы не было гордыни, вот, чтобы не было грехов, чтобы не уйти на левый путь, как говорится, на путь сатанизма, потому что самость – это грех, потому что человек не получит ничего нового, если у него есть самость, он не способен будет учиться, он не способен будет никого слышать, в результате самость и другие грехи – это путь к одиночеству, путь к деградации, и это факт, вот, поэтому, чтобы не было гордыни, надо понимать, что мы не сами, есть иерархия, вот, кто, может быть, читал Николая Рериха, Агни-йогу, он там об этом очень четко пишет, указывает, так же, как об этом говорят все духовные учения, что наставников надо уважать, и что есть очень непрерывная цепь наставников, и у каждого наставника также есть свои наставники, понимаете, то есть наставник, у которого нет живого наставника, это уже наставник или старый, ну вот я знаю, допустим, 80-летнего величайшего мудрого мастера, который сам говорит, что у меня есть учитель мой, он живет в горах Китая, вот, и он даос, и он мой наставник, чудотворец, святой, понимаете, даже 80-летнего наставника все равно есть живой наставник, ну, если эта традиция позволяет сохранить здоровье до такого возраста, да, ну, традиция, которую я вам передаю, это и есть знание от этих наставников, вот, и, но это о теле, о здоровье, это на первой ступени, это не сейчас я буду вам рассказывать, всем обязательно, кто не был, пройти надо первую ступень, СБ Транс Реалити, так называется курс сокращенно, обязательно для тела, для здоровья, если хотите долго жить, быть красивыми, молодыми и подвижными, активными, вырастить свою внутреннюю энергию успешно, и успешно потом заняться духовной практикой, на, или на этом курсе сейчас, который идет у нас с вами, второй курс, или на следующих курсах, то обязательно надо пройти первый, так, и дальше мы с вами говорим, так вот, с мысленного уровня, будь то аффирмации, внушения, работы над своими качествами, говорите, например, ну, например, что я богатый, или я красивая, или еще что-то, то есть любые качества можно так развивать и нужно, это же дается специально духовная практика, понимаете, это есть духовная практика, я вам открою секрет такой, ну, многие не поймут, кто ограниченный, кто фанатик своих учений, меня не поймут сейчас, ну, это есть, поймите, это есть уже как духовная практика, скажем, есть такое, что такая история, кажется, о Кришне, да, что Кришна любовался, любовался собой в зеркале, ну, как-то так, такой случай в жизни, да, и, но мало кто из Кришнаитов знает, что есть такая духовная практика, так оно и есть, то есть любоваться, допустим, с собой в зеркале и улыбаться себе, да, зачем, для того, чтобы создать хороший гормональный статус, чтобы вырабатывались гормоны, нужные в теле для здоровья, то есть улыбаться себе в зеркале, да, да, это может быть для кого-то глупо, смотрится там как упражнение, каждое утро улыбаться себе в зеркале по пять минут, но для кого-то глупо, например, еще глупее это болеть раком, там, или болеть какой-то болезнью, то есть это намного глупее, чем улыбаться себе в зеркале пять минут, подумайте над этим, вот так, значит, используйте это, да, используйте это в своей жизни, если хотите чего-то достичь, хотя бы знайте эти принципы, помните, и вы будете уже мыслить по-другому с учетом знаний, глубоких знаний, духовных систем, духовных практик, но если духовные практики хотите знать глубоко, то надо обязательно практиковать и заниматься, делать упражнения, которые я предлагаю, потому что это и есть секреты духовных практик, секрет вашей религии, в какой бы религии вы не были, то есть, как говорится, стены между религиями до неба не достают, вот так вот, друзья, итак, следующий уровень после умственной молитвы или умственной аффирмации про себя, то есть, аффирмация, напоминаю, это значит утверждение, то есть, самовнушение такое, аффирмация, умственный уровень, и дальше что должно быть, то есть, ну, скажем, вы написали, что вы, чего вы хотите достичь свою мечту, вы написали на смартфоне, да, вы написали сообщение, ну, вот, сначала вы сказали вслух, да, потом вы написали на смартфоне, это уже, как бы, ну, уровень умственной молитвы, то есть, это уже на уровне ума, а дальше, во-первых, у этого смартфона еще должна быть энергия перед этим, да, то есть, он должен быть заряжен, заряжен должен быть смартфон, чтобы вы на нем что-то написали, ну, так вот, для того, чтобы умная молитва или аффирмация умственная действовала, или словесная действовала, тоже важно, у вас должна быть энергия, смартфон должен быть, во-первых, исправен, во-вторых, включен, смотрите, первое, исправный смартфон, это ваше здоровье, это ваше исправное тело, оно должно быть как не сломанная антенна, а как исправная антенна, которая излучает все ваши излучения, мысли, чистенькое, должно быть здоровое, здоровенькое тело, вот, так что, на первую ступень, друзья, нашего курса, нашей академии, обязательно, вот, и, то есть, это исправный смартфон, да, а заряженный смартфон, электричество, ваше, это, что, это ваши эмоции, это ваши чувства, вот, и если хотим чего-то достичь, то свои чувства, свои эмоции, мы должны формировать сами, сами, как это делается, немножко я рассказывал, ну, и еще будем прикасаться к этой теме, то есть, электрический заряд для вашего смартфона, для вашей, для вашей жизни, это ваши чувства и эмоции, они берутся, а чувства и эмоции, откуда берутся, вот это уже секретик, вот это уже секрет, но я вам его расскажу, но не сейчас, сейчас я расскажу только ключик, чтобы вы сами догадались, в общем, откуда берут энергию наши чувства и эмоции, вот, так что надо, друзья, общаться больше с природой, впитывать природу, впитывать эту чистоту, радоваться, да, то есть слово радость происходит от слова Ра, солнце, улавливаете, вот, и подумайте над этим, так вот, радость, радость это предписание религии, то есть радоваться, почему говорят радуйтесь, любите, почему, не потому, что это легко, а потому, что это такая практика, это такая тренировка, то есть надо радоваться, а как себя заставить радоваться, если ты сидишь в келье, в своем гробике, квартире, да, как заставить себя радоваться, да, никак, надо открываться при роде, слово значит при Боге, то есть род Бог, раньше называли, то есть сила, которая рождает, и отсюда при роде, при Боге, то есть ну и итог, секретик, значит, для того, чтобы сбывались молитвы и наши мечты, ну, во-первых, не надо перегибать палку, да, то есть не надо желать чего-то очень плохого или быть жадными слишком, нужны правильные и важные для Бога желания, справедливые, чтобы никому не вредить, понимаете, вот это техника безопасности, а для этого надо очень хорошо разбираться в духовных философиях, то есть для этого надо разбираться в морали, воспитывать свои духовные качества, да, вот, чтобы правильно пожелать, правильно помедитировать и чтобы желание исполнилось, в общем, скажу, все просто, надо быть просто высочайше образованным, мудрым и порядочным человеком, вот такой вот ключик, то есть, о чем я уже говорил, чистота, чистота, честь, ключик к чудесам, я об этом уже говорил, даже такая, была такая лекция, вот, это важный секрет, то есть, надо знать, чего хотеть, мыслить, там, советуйтесь, допустим, что можно, что нельзя с наставниками, какой бизнес можно открывать, какой нельзя, вот, чтобы не уничтожить свою судьбу из-за, ну, например, если человек алкоголь продает, там, или делает, ну, он уничтожает просто свой род, свою судьбу, на много поколений своих детей уничтожает их, просто, вот и все, почему, потому что, ну, долго объяснять, алкоголь уничтожает всех, он, ну, если его неправильно применять, то есть, внутрь, он уничтожает всех, и потом, эти уничтоженные души людей проклинают, тех, кто их уничтожил, и тех, кто этому способствовал, ну, а проклятие, это тоже, как вы знаете, уже материальная энергия, то есть, мысль, чувства, желания, так что, это все работает, для того, чтобы проклятие на вас не работали, надо быть чистенькими, чистенькими, то есть, учиться у реальных наставников, потому что плохие наставники вас не научат таким вещам, они научат вас всякому бреду, но только нереальной чистоте, только нереальной гармонии со Всевышним, понимаете, только нереальной духовности, духовности, вот, настоящие наставники учат настоящему, поэтому это все и работает, вот так вот, итак, чувства, энергию для чувств, правильных, для оптимизма, берем у природы, здоровое тело, берем, от правильных знаний, как тренироваться на первой ступени нашей Академии, вот, как тренироваться, все эти тонкости там есть, как следить за телом, как быть здоровыми, это очень важная ступень, вот, потом, мысль для своих желаний, для своих целей в жизни, мысли берем духовное, справедливое, не вредное для других, то есть, мысли, мечты, как должен жить человек, какие цели, какие задачи нужны для счастья, берем из духовных знаний, изучая духовные философии, духовные книги, но просто изучать духовные книги не получится, потому что все равно ничего не поймете, поэтому надо обязательно всегда постоянно обучаться у наставника и долго, да, то есть, не день там поучился на семинаре, а потом всем рассказываешь, как многие там девочки по йоге, гимнастки, значит, поучились, ну, или мальчики, да, поучились несколько там дней или месяцев йоги, и потом всем рассказывают, что они тренеры по йоге, ну, это же бред, понимаете, это же бред, обучайтесь тщательно, правильно, долго, обучайтесь практике, получению своего личного опыта, выполняйте правильно все упражнения, если неправильно, не уверены, что правильно будете выполнять, спрашивайте, да, и тогда будете продвигаться реально, продвигаться реально, это не значит что-то невероятно сложное, вот вам, допустим, изучать какие-то невероятно сложные практики, я вам тут буду рассказывать, это нет, это не есть реальное продвижение, реальное продвижение, это как реальное питание, то есть, чем проще пища, тем лучше будет ваше здоровье, вот так, так же и в обучении, чем проще вам даются упражнения, без мудрствования лукавого, как говорится, мудрствования от лукавого, так что, чем проще вам даются упражнения, тем больше вероятности, что вы их сможете применить, освоить и получить свой личный опыт. Вот так. Значит, о пустотности мира, о квантовой физике я уже вторую лекцию не успеваю с вами поговорить, но еще только 50 минут мы разговариваем, и я должен все-таки успеть об этом вам рассказать сегодня, так как обещал. Ну, я человек честный, стараюсь выполнять свои обещания. Так вот, вот на чем построена эта техника и молитв, и исполнения желаний своих, мечты, просьба у вселенной, у Бога, что есть одно и то же. Понимаете? Все сводится, говоря, научным языком, скажем, недоразвитых атеистов. Это мы просим, то есть, мы формируем свои желания и просим их у вселенной. Да, языком духовных искателей, духовных людей говорится так, мы просим у Бога, просим у Аллаха, вот, или другими какими-нибудь словами. Ну, суть та же, понимаете? То есть, что суть просьба атеистов, что суть науки, суть духовности, одна и та же. Так вот, почему мир нематериален? Потому что даже наука говорит о том, что вся эта материя состоит из атомов, молекул, из более мелких частиц. Ну, они как, эти частицы, они как солнечная система. То есть, между ними всё заполнено пустотой. Интересная фраза, да? Заполнено пустотой. Так вот, пустота это 99,9,9,9,9 десятых процентов всего этого кажущегося нам материальным мира. Всё это есть пустота на 99%, понимаете? Нам кажется, что это твёрдые предметы или ещё что-то. вы же понимаете, что через эти твёрдые предметы проходят какие-то излучения. И это факт, научный факт. Также и наши мысли, наши желания проходят через всю эту Вселенную. И мы можем излучать их. Но это зависит от чего? Это зависит от нашей мощности. Насколько у нас мощный смартфон нашего тела. Наше тело должно быть мощным, сильным смартфоном. Почему я говорю об этом? Это очень важно. Потому что многие псевдо-духовные начинающие люди являются слабыми. У них слабые тела. Слабые тела, потому что есть пороки, есть лень, есть незнание, есть не было учителей нормальных. Поэтому слабые тела. Слабость тела это значит что человек не может пока что достичь ничего серьезного в духовности. Потому что это как смартфон. Смартфон низшей категории. То есть все кто проходит сейчас вот именно сейчас со мной вторую ступень они уже прошли первую они уже тренируются они уже работают над собой и это уже не понимаете ваши тела это уже не запорожец это уже не какой-то велосипед или самокат это уже мерседес например мерседес или трактор хотя бы как у мужиков или самолет или ракета то есть ваше тело должно быть смартфоном последней модели понимаете вот к этому надо стремиться поэтому я и даю вот эти практики которые дают и большинство духовных учений йога да воспитывают все тела все тела трудом воспитывают и в христианстве труд считается угодным для Бога и помощи в молитве да то есть труд считается труд тела некоторые вообще на себе носят там десятки килограмм каких-то цепей для утяжеления вот некоторые монахи да живут чтобы всегда было тяжело всегда было трудно ну как я стараюсь как постоянно тренирующиеся люди чтобы всегда было трудно потому что если мы себя не будем обучать заставлять трудиться то нас жизнь будет тогда пинать под зад если мы не идем сознательно к своей цели то не тянемся к ней носом да в направлении мечты то жизнь будет сзади нас пинать под зад пинками и ускорять нас чтобы нас наш носик двигался быстрее быстрее и умнее и не задирался вверх чтобы опрокинуться назад а чтобы постоянно носик держался по ветру и двигался вперед к совершенству вот так ну ведь простой пример человек с гордыней просто будет уничтожен так же как скажем рыба плывущая в воде ну дельфин скажем да дельфин если он будет задирать нос то он будет плыть уже не вперед а назад когда человек задирает нос он плывет не вперед а назад или по кругу ясно вот в чем смысл гордыни все можно объяснить физическими примерами материального мира потому что этот материальный мир на самом деле нематериален он является пустотой вот ну а как войти в это состояние когда вы сливаетесь с этой великой пустотой как говорят в Китае Уцзи беспредельная то есть великая пустота как говорят что дальше возникает из великой пустоты это великий предел Тайцзи то есть уже начинает формироваться противоположности этого мира то есть инь-ян вместе означают Тайцзи великий предел ну есть такая такой рисунок кружок значит с рыбками двумя которые друг в друга перетекают вы знаете такой рисунок он именно из даосизма произошел это рисунок означает Тайцзи Тайцзи Ту называется вообще вот а круг в котором находится этот рисунок круг это означает Удзи то есть беспредельная великая пустота на санскрите да то есть это означает Шива то есть ничто Шива означает имя Бога да кто-то говорит о я не верю в Бога там в Богов в полубогов ну не верьте просто имя Бога Шивы означает пустота ничто значит если вы не верите в Шиву значит вы не верите в ничто да получается не верите в пустоту ну если если бы не было пустоты то не было бы и нас потому что мы находимся в пустоте и благодаря этой пустоте мы дышим благодаря пустоте мы можем есть то есть помещать в свой пустой рот еду благодаря пустоте мы можем обучаться то есть помещать в свою пустую голову какие-то знания да Ну, это нормально, потому что если не пустая голова, если человек считает себя умным, то он ничему не сможет научиться, уже все, нету пустоты в голове, уже есть мысль, глупейшая мысль, вот я умный, все, я умный, значит, это глупейшая мысль, как мусор в голове, понимаете, об этом вообще никогда не надо думать. То есть, я когда думаю, что я умный, ну, бывает такое, да, бывает, я думаю, о, какой я умный, ну, немножко понаслаждаюсь, порадуюсь, вот, ну, и начинаю еще чему-нибудь новому учиться. Так что не надо зацикливаться надолго на том, какой ты умный, можно порадоваться этому, но потом, если ты этого не забудешь, что ты умный или умная, то ты не сможешь дальше учиться, понимаешь, вот в чем проблема. То есть, мысль о том, что мы умные, это мусор в голове, который нам вставили в школе, это полная ложь, все, об этом не надо думать. Дальше. Вот все, все пустота, да, и когда, еще такой вот момент важный, секретик на сегодня, пустота. Когда вы входите в состояние медитации, входите в состояние пустоты, осознание того, что весь этот мир пустота, что вы находитесь сейчас здесь закрытыми глазами, и вы, это не ваше тело. Ваше тело, это тоже внешнее, и оно уже, ну, не факт, что оно есть, потому что вы закрыли свои глаза, вы не видите уже свое тело, но вы чувствуете его изнутри, и это совсем другое, чем видеть, понимаете? То есть, вы чувствуете вот эти импульсы электрические, излучения, импульсы электричества от ваших клеточек всех. Вот, то есть, вы закрыли глаза, и вашего тела уже нет, понимаете? Вот подумайте над этим. И вы оказываетесь в своем внутреннем мире, в своей внутренней вселенной, вселенной, в которой полностью пустота. И вот, нету вот этих стен ваших домов, нету вообще ничего больше. То есть, есть только что, кроме пустоты? Кроме пустоты, есть чистое сознание. Понимаете? Чистое сознание – это то, что в духовных учениях называется вообще Богом, высшим Богом, высшим в этом мире, абсолютом. Это называется так – чистое сознание. Я называю это так – честь. Честь, чистота. То есть, чистое сознание. И это очень важный момент сейчас. Попробуйте это понять, подумать и лечь, там помедитировать и погрузиться. Понять, что весь мир исчез, его нет просто, сейчас его нет. Но когда вы потом, допустим, утром просыпаетесь или откроете глаза после медитации, вы снова через электрические импульсы от глаз, вы загружаете в себя окружающий мир. Вы, то есть, можно сказать, вы его создаете заново. Понимаете? Но если вы в медитации измените свои программы, то вы будете создавать другой уже мир после того, как вы откроете глаза. Этот материальный мир будет уже другой. Ой, ладно, секретик вам еще один, скажу такой. Этот материальный мир будет уже другой, с совсем другими событиями, которые будут происходить. Понимаете, от чего зависят, как бы, случайности. Случайности зависят от Всевышнего. И от того, случайности ваши зависят от того, как вы сможете понять вот это учение. Вот это, хотя бы вот эту лекцию, да, когда я вам об этом рассказал, о чем теперь вы сможете думать, ну, не знаю, годами, если вы сами, допустим, будете, начнете думать об этом, то это будет на долгие годы. Здесь столько информации заложено. Что может и на всю жизнь. И то не хватит жизни. Так вот, надо старательно, конечно, обучаться, практиковать, стараться, не забывать, да. И тогда все будет интереснее. Все будет еще и интереснее, и важнее, и полезнее. Ну что, вроде бы, все я вам рассказал, что смог, вот как смог, так объяснил на сегодня. Практики понятны. Медитация с закрытыми глазами на осознание того, что вы есть сознание и часть чистого сознания, часть Бога. То есть вы есть просто вот то, что осознает вот этот сам факт того, что вы есть. Поймите, да. И попробуйте, попрактикуйтесь. То есть закрываете глаза, погружаетесь в то, что вы. Вы — это то, что вы есть, то, что осознает ваше существование. А остального мира просто нет. Он является энергией. И это, кстати, доказано уже в физике. Это доказано в физике. Есть такой момент, как доказанный в квантовой физике, как влияние наблюдателя, на физические процессы. То есть доказано, что если вы наблюдаете за процессом, этот процесс проходит уже по-другому. Понимаете? То есть электрон, допустим, ведет себя как частица, когда вы наблюдаете. Но когда вы не наблюдаете за ним, он ведет себя как волна. Что это значит? То есть как волна, как излучение. Так вот, что это значит? Когда вы открыли глаза, этот мир ведет себя как материальный. Когда вы закрыли глаза, этот мир исчезает. он прекращает быть материальным. Все. Потому что то, что вы видите, это всего лишь иллюзия вашего зрения. Понимаете? Все. Ну, в общем, мыслите, думайте над этим. Это очень важная тема. И мы еще будем обязательно к этому возвращаться. Главное, практикуйте. И ваши вопросы по практике, они будут служить вашему продвижению. Еще более ускоренному. Если не будет вопросов, значит, я буду знать, что вы не практикуете. Ну, и дальше как бы нечего будет рассказывать, не о чем будет говорить. Поэтому практикуйте обязательно. Раз вы обучаетесь, я как тренер, как сенсей, должен вас стимулировать, заставлять, если надо. То есть, как говорят особенно мудрые, преданные, практикующие ученики. Ну, кто не скажу, вы сами узнаете, кто сам узнает себя. Да, что, вот, ну, я ленивая, вот, ну, я ради себя, я бы это не делала. Но ради вас, сенсей, я это делаю, упражнение. Вот так вот. Вот так вот наставник и стимулирует. Вот так вот. Вот такая вот связь между вашим отношением к наставникам и пользой, которую вы получите. Вот такая вот связь, между вашей благодарностью наставникам, ну, в том числе и материальной. Так что, не забывайте оплачивать курсы, тренировки вовремя. и я буду благодарен вам за, также, за непредусмотренные ваши донаты благодарности. И всегда тем, кто, как бы, ну, донатит, тем, кто помогает мне в этом, в развитии нашей школы, нашего клуба, я даю еще какие-то плюшки, то есть, какие-то полезные, полезные новые бонусы, знания лично, какие-то подарки, книги новые, свои или другие моменты. Ну, то есть, все мы люди, я тоже человек, понимаете, наставники тоже люди и тоже они благодарны своим ученикам за все, за поддержку, за внимание, особенно за любовь. Ну, и главная благодарность наставника своим ученикам это за то, что они получают результаты, то есть, кто тренируется, действует, получает результат, это для меня высшая благодарность, понимаете, это важно. Вот так вот. Ну, что, друзья, тогда будут вопросы, задавайте, я на связи, сейчас увеличивается количество людей, которых я консультирую, с которыми я работаю или исцеляю, поэтому ну, не всегда я могу, значит, вовремя, сразу и в большом объеме что-то ответить вам, написать, но я всегда помню, что вы говорите и записываю, да, и потом отвечаю на ваши вопросы вот в таких вот общих общих для всех важных, для всех моментах, важных для всех лекциях. Вот. Ну, и, конечно же, советую, рекомендую записываться на мои личные консультации со мной, личный коучинг, чтобы намного ускорить, ускорить ваше продвижение, ваше восприятие, ваше изменение себя, чтобы ускорить, чтобы разобраться с личными проблемами, а это главное ускорение, то есть, если вы мне рассказываете свои личные какие-то мысли, личные проблемы, то есть, при личном общении, при личных вопросах, вот, это происходит самое главное, самый главный прогресс в вашей жизни, в вашем развитии. Вот так, друзья, ну, все тогда на связи, всех благословений, и пусть вселенная, пусть Бог вас защищает, пусть дает вам счастье, богатство, в моих молитвах я вспоминаю всех, кто у меня обучается, для особая молитва за моих учеников, за тех, кто прошел первую ступень и попал на второй курс, второй ступени, в чат, который называется, который называется рай шанти, да, то есть, кто попал в рай, хорошо потрудившись, тому уже я посвящаю свои отдельные молитвы и благословения. Ну, вот так вот. Важно это вам, не важно, это не важно, то есть, это все работает, это все ценно, и ваши молитвы за меня, и ваши молитвы за мир, да, или за ваших близких, они для вас более полезны, чем ваши молитвы за себя, понимаете, вот так это работает, поэтому давайте, друзья, друг друга любить, поддерживать, молиться друг за друга, и тогда мы станем сильным сильным единством, сильным сообществом людей, и тогда каждый из нас лично будет развиваться еще сильнее, еще активнее, понимаете, сообщество сильных, мощных, единых, мудрых людей, вот так я планирую, вот такой у меня план, и это прекрасный план, по примеру моих наставников, все должно у нас быть мудро, продуманно, и это приведет к успеху, все, друзья, счастья, здоровья вам, всех благословений, защиты Всевышнего, пока, пока. Субтитры